К прямому эфиру РТВА из Киева по телефону присоединяется первый президент Украины Леонид Кравчук. Леонид, приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте. Большое вам спасибо, что нашли время и присоединились к нашему эфиру. Леонид, насколько разумным вам показалось решение Зеленского распустить Раду и назначить новые выборы? У парламента действительно такой кризис доверия? Нужно ли было идти на такие радикальные шаги? Ну, вы понимаете, социологические исследования показывают, что авторитет Верховного Совета сегодня 4% всего-навсего, то есть минимальный. И понятно, что все коррупционные, ну не все, но большинство коррупционных процессов, которые, они были так или иначе источник зарождения, в том числе и в Верховном Совете. Поэтому вопрос о распуске Верховного Совета и утверждение новых подходов, новых порядков, новых лиц и создание нового правительства, новых отношений, практически новой философии жизни, потому что сегодня Украина – это самая бедная страна в Европе, самая коррумпированная и не прекращается война на Востоке. Вот эти три болезненных вопроса, они должны начать, их надо начать решать, до сих пор они не решались, к сожалению. Поэтому народ понимает и поддерживает в этом плане Зеленского, проголосовав за него на президентских выборах, 73,22%. То есть это, ну, колоссальная победа. Я думаю, что, имея такую поддержку и такую опору в лице народа, президент Зеленский будет проводить ту политику, которую он определил, в том числе и в своей инуаграционной речи. Да, Леонид Макарович, но тем не менее спикер Рады Андрей Порубий назвал решение о распуске Верховного Совета Верховной Рады неконституционным и предположил, что этот вопрос может стать предметом рассмотрения Конституционного суда Украины. Как вам кажется, эта перспектива реальна и может ли это тяжба, если она, конечно, начнется, помешать планам Зеленского как президента? Да, перспективы нет. Дело в том, что главной причиной, по которой Зеленский принял указ о досрочном лишении полномочий нынешнего Верховного Совета, это вопрос не было и нет коалиции. Вот я посчитал, что за эти несколько лет журналисты и другие лица задавали председателю Верховного Совета Порубию вопрос, покажите, пожалуйста, списки коалиции. Таких обращений было более десяти. Таких обращений. Председатель Верховного Совета ни одно раза не показал этих списков. Это же не секрет, это открытая демократическая организация. Раз не было списков, не было коалиции. Поэтому знают точно все, кто хочет знать, что коалиции не было. И доказать это невозможно, потому что документа нет. Таким образом, я думаю, это попытки оставить какую-то возможность продолжать влиять на ситуацию. Но поскольку такая поддержка народа и такие решительные действия президента Зеленского, они не оставляют надежд для старых форм жизни и правления. Вот сейчас я, пожалуй, спрошу вас, потому что вы, Леонид, звучите как человек, который поддерживает нового президента Украины и который надеется на перемены к лучшему в Украине. Одновременно вот сегодня как раз все спорят о том, что означает фигура господина Богдана, который, собственно, предложил провести референдумы налаживания отношений с Российской Федерацией. Ну и сам, как таковой Богдан, человек, приближенный к Коломойскому, насколько он для вас приемлемый? Давайте сначала по фигуре Богдана, а потом уже по референдуму. Я, вообще-то, сторонник... Вы меня слышите, да? Да, да, слышим вас. Я сторонник того, что имеют силу предложения, только сделанные президентом, или решения, принятые коллегиальным органом. Все остальные могут высказывать свои точки зрения, в том числе и господин Богдан. Господин Богдан, как глава администрации, не является должностным лицом, которое даже не предусмотрено ни Конституцией, ни Законом. Но подождите, но когда он предлагает что-то, неужели он может предлагать это, не согласовывая с президентом, своим непосредственным руководителем? К сожалению, я думаю, что в нас настолько раскачалась демократия, или, точнее, стихия демократии, что многие лица высказывают свои точки зрения, исходя из своего положения где-то в администрации, или в правительстве, или в их счетах. Чиновник такого ранга не может так говорить. У президента есть или президент, или пресс-служба. Она должна высказывать точку зрения президента. Все остальные лица высказывают свое личное мнение. Их обсуждать даже не имеет смысла. Но все-таки сам факт приглашения этого человека на столь серьезную должность, она вас не коробит, оно точнее, да, это приглашение? Давайте мы скажем так. Если бы я имел документы, свидетельствия о том, что господин Богдан где-то с Коломойским делал какие-то ну ассоры, или принимал какие-то противоречащие интересам Украины решения, или коррупционные решения, я бы сказал, что да, это плохо. Или господин Богдан рассматривался прокуратурой, следствием. Да, такого делать нельзя. Таких документов нельзя, нет. А то, что человек имеет какие-то отношения с кем-то, таких людей в Украине чистеньких, украинские политики не являются ангелами. Как говорил Кропоткин, даже если бы мы ангелов привели к власти, через какое-то время в них начали бы расти рога. Так вот, пока я не вижу рогов у господина Богдана. Если не появится, их надо спилить, а Богдана освободить. Сегодня это просто разговоры вокруг Богдана. Документов, прочих Богдана, я не знаю и не читал. Понятно. Андрей, пожалуйста. Данит Макарович, собственно, вопрос, да, по поводу непосредственно предложения Богдана, прозвучавшего вчера, о проведении референдума, о, собственно говоря, налаживании диалога с Россией, о шагах по, собственно, выстраиванию каких-то разумных отношений. С вашей точки зрения, это популизм, скорее, такое сотрясание воздуха, или действительно у этой идеи, у этого предложения есть какие-то реальные перспективы? Я, как первый президент Украины, и как председатель Верховного Совета, почти первый, как говорится, я первым предложил провести референдум о независимости Украины. Первый, и пока больше референдумов не было в Украине. Поэтому я знаю, что такое референдум. Я не знаю, не понимаю, как можно вынести на референдум какой-то вопрос, как его даже сформулировать, о налаживании отношений с Россией, чтобы написать, надо ли нам налаживать отношения с Россией. Да, я сегодня вам, как первый президент, заявляю, надо. Но надо это делать на равных, на взаимных уступках, на взаимных дипломатических шагах, прекратить войну и так далее. Надо, надо начать диалог, но писать об этом, решать об этом на референдуме, я, например, не понимаю, как это сделать. Думаю, мое мнение, что здесь не есть вопрос здравого смысла. Тут скорее какое-то такое быстрое заявление. Я не вижу, не вижу, не вижу я путей, как вынести этот вопрос на референдум. Даже технически не вижу. Понятно. Большое вам спасибо. Ну что ж, посмотрим. Да, это пока скорее предложение. В общем, непонятно, чем оно закончится. Я благодарю Леонида Кравчука, первый президент Украины, был на прямой связи с РТВА.